Преподобный Ионики был родом из Черногорского приморья. Еще в юности он избрал себе путь монашеского подвига и, рано покинув отчий дом, поселился в лесистой местности у Черной реки. Построил он себе небольшую келью, его уединение придался молитвам и созерцательной жизни, продолжив тем самым традицию преподобного Петра Корижского, сербского пустынника, который провел в этом же месте долгие годы в молитве и брани с бесами. Со временем к преподобному Ионикию стали приходить иноки, до которых дошла молва о благочестивом отшельнике. С благословения святого они селились рядом с ним, подражая его строгой и богоугодной жизни. Но когда привлеченных его великими подвигами и святостью монахов стало много, и слава о нем распространялась все шире, преподобный стал тяготиться столь большим вниманием к себе. Избегая людских похвал, он удалился в девиченский лес и там продолжил свой излюбленный подвиг безмолвия. За это Господь ему не спаслал дар непрестанной слезной молитвы и дар изгнания бесов. Когда весть о святом пустыннике дошла до княжеского двора, деспот Георгий Бранкович привел к нему свою больную дочь. А в благодарность за ее исцеление властитель построил девиченский монастырь с виденским храмом. Преподобный Иоанники мирно почила Господи в 1430 году. Его святые мощи покоятся в девиченском монастыре и славятся чудотворениями. Особо в Сербии чтут святого Иоанники как целителя душевных болезней. 9 мая. День памяти преподобного Иоанникия Девиченского, чудотворца.